Самое доброе утро. Многие горожане в эти дни очень страдают от обилия снега. Кто-то выкапывает машину из сугроба, кому-то передвигаться по городу неудобно. Но есть люди, кому напротив снега отчаянно не хватает. Наш гость Сергей Марценко увлекается строительством снежных скульптур. Сергей Исакович, каждый год ваши скульптуры имеют огромную популярность. Расскажите поподробнее, как сделать зайца величиной? Сколько метров? Ну, зайца была 6 метров. Как объяснили мне, единственный заяц огромный в России. Первый такой высокий. Прям рекордсмен. Сергей Исакович, всегда проезжая по улице Союзной, я любовался вашими работами. Если честно, очень рад встрече сегодня с вами в самом добром утре. Спасибо за ту радость, которую вы доставляете людям и особенно детишкам. Как пришла идея возле своего дома начать творить вот такие фигуры? Ну, 10-й год, 1 января я был в гостях, а потом приехал 2-го числа домой. Все болит, проблемы, позвоночник туда все. Ну, лежал-лежал, долежался, что думаю, нет, надо что-то делать, вставать делать. И как-то в голову вот так вот. Ну, детки любят делать лепичи, снеговички маленькие такие. Думаю, слушай, иди, это интересно. Вдруг я могу что-то такое оригинальное сделать, ну, порадовать огромным таким что-то такое. Ну, вот идея первая. Вышел на улицу и до двух, до трех ночи собирал снег. Как раз был десятый год снежный, и до где-то числа, до тридцати, до двадцать девятого, тридцатого декабря у меня уже был готов снеговик. Единственное, снеговик метровым носом. Вот, я из картона сделал, да. Корону я целый день делал, ну, потому что там иллюминация, картон, краски, все это. Пришлось ведро делать огромное такое на него. Вот, чуть не свалился был такой момент. Ну, потому что высоко, а креплений никаких. Ну, сделал, и самому стало приятно радовать. Сергей Исакович, а вот у меня такой вопрос. А не боялись вандалов, что вот придут какие-нибудь злые люди и разрушат их? Было, было, было. Я нагребал сугробы, а потом надо же улежаться, трамбовать, и это не просто чисто так сделалось. Нет, на другой день выходишь, и прям следы этих проваленных ног, все это вот проходилось. Кто это делает, взрослые люди или дети все-таки? Скорее все подростки, дети навряд ли, а вот подростки, да. А был момент, я даже сделал вот к 8 марта, у меня была, значит, Сережа, ну, свою, так сказать, и жена Наташа. Ну, и память о ней я сделал ее, значит, снеговика с короной, значит. И двух маленьких снеговиков, где-то чуть-чуть побольше метра, вот. 8 марта хотел порадовать женщин, букеты набрал цветов, вот, и вставил им, значит, ну, имитировал эти предплечья, руки. А потом как-то выглянул в окно, это было 7 марта. Смотрю, цветы вылетают, летят в сторону, я выскакиваю на улицу, девочки лет по 13, по 14, стоят на головах у снеговиков, вот этих детей, и вытаскивают, и бросают. Ну, я говорю, дети, я для вас и делаю. Просто они, когда встретились с искусством, видимо, первый раз в своей жизни, не знали, как с ним обращаться. Может быть, и так было. В этом году получилось ли набрать снега, и чем будете радовать жителей Тверицы? Да, ситуация такая, что, да, маловато было снега, но пару дней, вот, как раз снежный такой день, успел я кое-что собрать, ну, в пределах около двух метров. Ну, вот, ваша передача мне помогла, в смысле того, что позвонили, я говорю, нет снега, что делать? Ну, нет высоты, ну, а мне хочется, я уж привык делать по 5 метров, 6 метров вверх. А вот они посоветовали позвонить в Зеленхострой, дорожный участок, и поговорить с бригадирами. В общем, помогли и привезли 5 КАМАЗов. Единственное, что, немножко грязноватый, и плюс он закатанный уже, он уже твердый. Сейчас вот, а сейчас проблема опять. Может, обратиться к нашим ярославцам и попросить, чтобы они есть снега, если проходят по Союзной, допустим, улице несут, раз, вам немножечко снега. Нет, нет, есть соседи, есть по Северной улице, я живу на Союзной, а вот по Северной есть ребята с машинами, с транспортом. Вот Сережа сосед у нас по Северной улице. Вот он мне пару раз машинок привез. Ну, не так много, но, по крайней мере, помог закидать. Мы знаем, что вы не только скульптор, но и художник, и фотограф. Давайте поговорим немножко об этом. Пожалуйста. А что, вот у вас очень красивые зимние пейзажи, что вас вдохновляет на них, как у вас так получается-то красиво? Это ведь в мороз, я вижу, тынь. Это 20-ти градусный мороз, да, да, это набережная, Тверицкая набережная, в общем, и напротив. Это село Степанчиково, тоже ветер, погода нет, несет снег. А у меня мысль, зонтик, специальный зонтик брал, чтобы на аппарат... Ну, он нормально реагирует. Сергей Сокрович, а вот у каждого творца должна быть муза. Есть ли муза у вас? Как вы объясните? Что вас вдохновляет? Любимая жена, которая ушла, это раз. И, скорее всего, она очень любила ездить со мной по Золотому кольцу. Садились в старенькую шестерочку и ездили по Золотому кольцу, как бы живую природу смотреть. Я говорю, ну, поедем смотреть галерею, она с удовольствием. Вот мы молча едем, созерцаем, вот это все такое. Сейчас ее не стало, но такое ощущение, что это она направляет. Ну, все-таки вот лепить в таких огромных масштабах, это сложно. Но, может быть, чтобы немножко украсить свои дворы, стоит и нашим зрителям выйти. Во дворе сейчас снега много. И слепите снеговика. Да, а можно и не просто снеговика, а, например, вот тоже зайца попробовать. Почему? Оригинальность, да? А как сделать обезьяну, вот если в трех словах буквально? Ситуация какая? Ну, сейчас же очень много открыток, очень много продают сувенирчиков. Идей очень много. Они у меня, в общем-то, именно в этом плане. Вот я представляю, если бы я лепил снеговика обезьяну, я бы, наверное, сделал два шарика и приделал бы хвост. Ну, самый простой вариант. Самый простой вариант, да. Ну, хочется же, чтобы как-то подходило сходство более-менее. Ну, вот поэтому я же говорю, есть открыточки, есть детские книги. Я конкретно пробираю, просматриваю материал, а потом покупаю даже вот эти маленькие сувенирчики. В подарочном я рядом там иногда нахожусь, захожу, и все, и проблемы исчезают. Вот и для вас так же самое. А представите маленький вариант, а вы представите чуть-чуть побольше. То есть самое главное просто начать делать. Желание, желание, конечно. Сергей Санкович, большое спасибо за это дело, которым вы занимаетесь. Очень радует ваша скульптура меня, очень рад с вами познакомиться. Спасибо вам, самого доброго утра. Подходите, будет, я думаю, что сделаю. Приезжайте, покатайтесь, горка есть. С удовольствием буду вас... Спасибо большое. Спасибо вам.